Добрый день всем! 9 августа мы начинаем субботне-воскресные тренинги, связанные с разными тематиками. Знаете, человек это как алмаз, многогранный алмаз, который мы хотим отточить, мы хотим показать, как он может засиять, и прежде всего для своей пользы, и также для пользы своих близких, и внести этот свет в мир и изменять его к лучшему. Тематика абсолютно разная, начиная от внутренней красоты, это психосоматика, это психология, детская психология, а также внешней красоты, женская аудитория получит нам навыки макияжа, и также гармонизация дома по системе Басту, и также изобразительное искусство, мы будем рисовать картину, и в общем очень-очень много интересного. Сегодня я хочу представить вам Александра Герасимова. Добрый день, Александр! Мы с вами уже знакомы. Александр провел нам уже два тренинга, морской деньги и переговоры. Кстати, большое спасибо! Я получаю очень много благодарностей, очень много отзывов, и ребята, кто участвовал, уже что-то делают, уже есть результаты, поэтому, в общем, здорово. Александр, в первую очередь хочу у вас представить. Кто такой Александр Герасимов? Профессиональный переговорщик, тренер курса NLP-практик, NLP-мастер, а также создатель Европейского центра NLP, продюсер радио NLP и автор ряда книг по переговорам. Более того, правильно я говорю, Александр? Если что, поправьте. Более того, Александр большой путешественник и уже объездил 22 страны и 68 городов с своими семинарами, тренингами. И я очень-очень надеюсь, что в феврале, если позволят обстоятельства, он приедет к нам в Австралию. Александр, добрый день! Что раз приезжаю в Австралию? Да. Расскажите, какой третий тренинг, какую тематику вы нам предлагаете провести 9 августа? 9 августа я планирую провести тему отношения. Наверное, это одна из самых популярных. Ну, в топ-3 точно входит вместе с деньгами. Деньги и отношения – это тема, которая всегда будет интересна людям. И как и с деньгами, так и с отношениями, среднее распределение счастливости людей, она обычно находится ниже нормы. То есть люди, практически, ну, большинство, все-таки не очень хорошо относятся к тому, что у них с деньгами, говорится, в их жизни. Им хочется постоянно больше. И с отношениями. Я не говорю, что все, но если вы посмотрите внимательно, например, на окружение или даже на статистику, то заметите, что количество разводов, несчастливых отношений, отношений, в которых, знаете, такая холодная война или отношения, в которых супруги уже не замечают там друг друга. А сейчас, простите, перебью. Особенно сейчас, когда разводы или готовы убить друг друга, потому что этот карантин... Коронавирус очень сильно обнажил вот вообще это все. То есть если раньше они могли не встречаться утром, он уходит на работу, поздно вечером, допустим, приходит, они практически не пересекаются или пересекаются там ночью, то сейчас, когда были вынуждены провести очень много времени друг с другом вплотную на ограниченной территории, это вызвало просто, ну, стресс. А если еще и дети рядом, то это просто вообще такое испытание. Уже можно сказать, если пара прошла это испытание, такой коронавирусной инфекции, они как закалялась сталь, как закалялись отношения, можно так сказать. И вот, знаете, отношения – это такая тема достаточно объемная, несмотря на то, что уже после прохождения вебинара, вот этого достаточно комфортного по времени, то есть около двух-трех часов, то есть вы уже узнаете основные способы, как эти отношения улучшить и основные ошибки, и как их исправить, которые уже случаются как на этапе коротких отношений. Знаете, вот когда только-только познакомился со своим партнером, и розовые очки, и хочется там любить носить там на руках, там, не знаю, все делать ради него, ну, как мы знаем, что розовые очки разбиваются стеклами вовнутрь, и все. То есть там пройдет вот эти стандартные кризисы, год, три, семь, пятнадцать лет, они в психологии очень известны. После этого уже какая я дура была, мне же друзья все отговаривали с ней не встречаться, вот это все начинается. Это можно исправить? Это можно, давайте так, в некоторых ситуациях, в некоторых ситуациях, это можно исправить. Ну, знаете, как из... Ну, не хочется проводить метафору болезней здесь, да, но в некоторых случаях есть болезни, которые можно исправить, достаточно, как это сказать, удалив эти отношения. Да. И это лучшее, что можно сделать в этой ситуации. Разрубить склон, да, 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 разорвать вот это. Да, просто этот узел разрубить, все. И это единственный и лучший способ. А в некоторых случаях можно вылечить. То есть, либо еще недалеко, еще ситуация углубилась в необратимую, не превратилась, а в некоторых случаях можно исправить. И часто, часто, вот я, несмотря на, там, как бы претензии, что ли, я уверен, что отношения – это дорога с двусторонним движением. И что ответственность лежит как минимум на 50% на каждом. А это значит, что вы, по крайней мере, можете исправить себя. А если вы себя исправляете, а партнер никак, вот вы идете как-то однажды… То можно так получить, что эти отношения разойдутся, и вы уже в новые отношения придете здоровым. Хотя бы так. То есть, даже если у вас отношения вообще никак, я предлагаю, посмотрев этот вебинар, приступить к их исправлению, хотя бы просто, знаете, как говорится, чтобы навыки отработать. Ну, не получится, так ничего страшного. В следующие будут точно хорошо. И здесь возрасту отношения не подвластны вообще, точно, можно сказать. Это как подходит, как и тем, кто в отношениях и хотят улучшить, и тем, кто в идеальных отношениях, хотят понять, как это работает, и тем, кто без отношений, чтобы, как это выразится, превратить их… Да, и в том числе отношения с детьми, которым часто не хватает внимания. И как только мама начинает что-то делать, ребенок, которого не было видно и слышно, тут же появляется… Убирается. …хочет получить свое внимание. Сейчас-то и мы в отношениях хотим получить внимание и просто не знаем, как это делать, иногда даже вот так. А еще такой вопрос. Вы смотрите, сейчас очень много психологов просто и в Австралии, и в России, везде-везде тоже разбираются с этой темой отношений. Как НЛП, в чем отличие НЛП и психологических приемов? Вот для меня принципиальное отличие НЛП как элемента практической психологии от психологии – это, наверное, не очень такая, как бы, точная передающая метафора, но в НЛП все, ну, условно говоря, самое лучшее, то есть, как будто НЛП все самое лучшее взяла из разных отделов психологии и собрала в одно. А психология обычно ограничена своим инструментом. Допустим, там, гештальтерапия. Вот только гештальт. Только по завещанию Фрица Перлза. Иначе никак. А, например, там, арт-терапия. Вот только рисуешь и все. Танцевальная терапия. Вот станцуй свою проблему. А поговорить? А поговорить – это вам психоанализ. И вот НЛП не ограничено инструментарием. Он может быть разнообразный. А психология все-таки ограничение, скажем так, отца, матери, там, основателя этого направления психологии. Поэтому для меня НЛП дает свободу в выборе инструмента. Здорово, здорово. Как вы считаете, какая целевая аудитория придет на этот тренинг и будет разбираться, и насколько это актуально? Ну, я понимаю, что актуально, но насколько это будет практически применимо к выгляжению? Отношениям все возрасты покорны. Я думаю, что здесь как те, кто вообще не был в отношениях или был в неудачных каких-то отношениях, подойдет там. Так же и тем, кто в отношениях такой рецидивист, у которого уже там 5-7, например, 10 успешные, разной степени успешности. Но знаете, как и обычно бывает, что если у тебя уже есть какая-то база в виде отношений, и, например, в идеале, но это, конечно, не очень хорошо, они уже не успешны, то есть над чем работать. И те знания, которые я дам, именно знания, они очень хорошо лягут тем, у кого уже есть отношения. У кого их пока нет, тоже можно приходить, знаете, законспектировать в блокнот, чтобы уже было с чем, со знаниями, по крайней мере. Ну и знаете, как бы отношения, это же не только, например, брак, мужчина, женщина, допустим, это и, например, бизнес-партнеры, это же тоже отношения в определенной форме. И если мы отношения можем разделить как на дружественные и, например, долгосрочные отношения, то и партнерские отношения можно так же. Партнер, с которым вы сделаете одну сделку, партнер, с которым вы готовы открыть совместный бизнес. И это можно экстраполировать, ну то есть, так сказать, посмотреть под этим же углом на отношения в бизнес-среде. Понятное дело, отношения с детьми это немножко другое, но в любом случае структура, которая будет дана на мастер-классе, скорее на вебинаре, она может быть использована в качестве такого фильтра и на другие контексты, сферы жизни. Отлично. Короче говоря, прокачать себя и в разных направлениях это будет полезно. Да, это те знания, вот знаете, у меня так, когда я психологией НЛП именно занялся достаточно поздно, ну давайте так, в 27 лет. Хоть мне сейчас кажется это совсем не поздно, но мне, я постоянно повторял вот эти первый год-два, как же я эти знания раньше, ну, не получил. Совсем все по-другому было. И знаете, где-то примерно там в 33-35 у меня появилось такое спокойствие. Все идет как надо в лучшем из миров. Если вам и 18, и 38, и 68, это точно будет полезным. Вот возраст здесь точно не влияет. И мне вообще кажется, что возраст – это изобретение маркетологов, что было, что продавать. Да-да-да, классно. То есть, например, есть детские вещи или там детские игры, взрослые фильмы там, например, ну и так далее. То есть, вот эта вот игра возрастом, это нельзя, это можно, это все все-таки со стороны маркетинга больше. Отлично. Александр, спасибо большое. Такое немножко у нас сумбурное интервью с моими вкраплениями моего ребенка. Хорошо. Тоже хочет участвовать. Да, тоже хочет. Я очень жду 9 августа. Я уверена в успехе нашего вебинара. Спасибо вам большое. Спасибо вам. И очень жду февраля, очень жду встречи на Эльбе, да, у нас здесь в Австралии. Ну, вот маленькими шажочками мы к этому идем. Самое главное вот сейчас начать продолжать наши встречи онлайн. Спасибо вам. Спасибо, Ольга. Счастливо. Спасибо, Александр. Всего хорошего. До свидания.